Жители Костина теперь забудут про аварии и отключения, а на день рождения города собираются потратить 40 миллиардов рублей. Подробности далее эфир продолжит рубрика короткой строкой. В Костино заканчиваются работы по большой реконструкции тепловых сетей. С 8 сентября жители поселка получат горячую воду по обновленному трубопроводу. Теплосети капитально не ремонтировали с момента постройки поселка в 80-х годах. Этим летом там переложили 4 километра теплосетей. На реставрацию потратили 57 миллионов рублей. В Кирове после вмешательства прокуратуры сдан дом номер 1 на улице Широтной. 50 дольщиков теперь могут заехать в свои квартиры. Закончить строительство должны были в декабре 2018 года. Но из-за нестабильного финансового положения застройщика сроки все время переносились. Теперь права дольщиков восстановлены. На подготовку и празднование 650-летия Кирова потратит более 40 миллиардов рублей. Он пройдет в 2024 году. В честь большого праздника в Киров с гастролями пригласят солистов Большого и Мариинского театров. К юбилею отремонтируют самые крупные музеи и культурные учреждения Кирова. В планах стоит и строительство новых дорог. Например, западный обход Кирова. От моста через Вятку у деревни Гнусино до развязки дороги Киров-Советск-Яранск. Также в планах администрация отремонтировать Спаскую от улицы Пристанской до улицы Карла Маркса с преобразованием в пешеходно-транспортную улицу. В Кирове стартовала акция помощи животным. 7 по 25 сентября кировчане могут приносить корма и вещи, чтобы помочь животным, находящимся в приютах. Помощь принимают в центре местной активности на улице Преображенской, 74. Кировчане могут приносить готовые корма, витамины, крупы, игрушки для животных, миски, переноски, ошейники и поводки. Все собранное будет передано в приюты для бездомных животных. Подробную информацию об акции можно узнать по телефону. Он указан в углу экрана. Субтитры создавал DimaTorzok